Приветствую Вас! Я прочитал Ваш вопрос. Ну, первое, что хотел бы сказать, это то, что клинику Вам действительно разница необязательна, потому что как такового психического заболевания у Вас нет. Ну, то есть на вот данный момент психического заболевания лично я у Вас не обнаружен. Вот. Значит, да, имеет место быть травма, имеет место быть неприятие до сих пор того, что произошло. Значит, имеет место быть вина, за то, что произошло, выберете на себя вину и ответственность за другого человека. Вот. И надо сказать, что это неправда, это ошибочно, то, что Вы делаете. То есть на самом деле никакой ответственности Вы не несли и не несете за то, что человек с собой сделал. То есть Вы могли предотвратить, как Вы говорите, это событие. событие, это, к сожалению, не более чем самообмаз, потому что для того, чтобы предотвратить это, Вам нужно было бы, Вам нужно было знать об этом заранее, о том, что это произойдет, а Вы заранее знать об этом не могли никак. Вот. Вот. Даже если он говорили Вам о том, что сделает это, то все равно одно дело – это слова, и совсем другое дело – это непосредственно реализация. Вот. Поэтому то, что Вы сейчас делаете, это, по сути дела, ведите себя в том, что в принципе от Вас не зависело никак. И Вы как бы сейчас пытаетесь осознать то, того, чего Вы, в момент, когда это происходило, осознать в принципе не могли. Это вот такой парадокс, когда человек, находясь в ситуации, в Вашем случае это, значит, ситуация, когда Ваш молодой человек еще был жив, находясь в ситуации, человек ведет себя определенным образом, а потом, когда, когда ситуация завершается и, как бы, происходит другая, или появляется результат Ваших действий в этой ситуации, значит, человек начинает винить себя за то, что он не предвидел последствий каких-то и так далее. И неестественное, конечно, но также нужно понимать, что любой акт суицида – это, по сути дела, бег от проблем, от реальности, от людей. Любой акт суицида – это акт эгоизма, потому что человек не думал о том, как на его поступок отреагируют его близкие, родные, родные, друзья, как они будут с этим жить, каково он будет с этим жить и так далее. То есть, вот это вот нужно понимать. Далее, значит, соответственно, соответственно, с уходом этого человека для Вас что-то поменял. То есть, либо Вы что-то потеряли, либо какое-то личное значение, то, что произошло для Вас семи имеет. Чтобы Вы сразу понимали, что я имею в виду под личным значением, я имею в виду то, что Вы получали непосредственно для себя в этой ситуации. То есть, что давал Вам молодой человек, в каких отношениях Вы были с молодым человеком и так далее. То есть, что изменилось именно в Вашей жизни, значит, после его ухода? Какое это именно для Вас имеет отношение? И почему Вы воспринимаете отступок молодого человека именно так, как Вы говорите? То есть, почему Вы не считаете это, например, слабостью? Почему Вы не считаете это трусостью, молодушием, бегом от ответственности и прочее? То есть, что мешает Вам так думать и, соответственно, что заставляет Вас считать по факту? Что заставляет Вас считать, что именно Вы виноваты в том, что произошло? То есть, Вы могли это предотвратить? И самое главное, какой ценой? То, что Вы сейчас думаете, что могли бы предотвратить, это понятно. Сейчас Вы, наверное, все отдали бы для того, чтобы эту ситуацию обратить вспять. Но, согласитесь, ведь это произошло только после того, как Вы увидели результат того, что человек сделал. После того, как Вы непосредственно увидели, узнали, что человек покончил с собой. До этого же Вы не предотвращали ничего, потому что не было необходимости, правильно? И если Вы ему не верили, то, опять же, это не Ваша вина, то, что Вы ему не верили. В современной культуре, в современном обществе, особенно молодежном обществе, очень много людей говорят о самоубийстве. И далеко не все из этих людей претворяют в жизнь то, о чем они говорят. И что будет, если каждому из них верить, да? Вот. Далее, у Вас, очевидно, есть страх. То есть, вот, Вы боитесь, вот, паническая атака, это вот Вы боитесь чего-то. Соответственно, необходимо разобрать, чего именно Вы боитесь. Почему улыбаетесь, и поработать со своими страхами, которые у Вас появились после этого случая. То есть, речь может идти, на самом деле, о достаточно широком спектре претехов, таких как, там, страх потери близких, значит, нестабильность, ненадежность окружающего мира, значит, страх остаться одной, такой вот страх тоже вполне реален. Трак остаться одной и так далее. И... Самое главное, это, вот, страх, что Вы, сами Вы, вот, невинотимое чувство вины, да, что это Вы стали причиной, по которой, по которой человек свел счеты жизни. Но в действительности, как мы уже сказали с Вами, вина не Ваша, вина, это полностью, да, в этом человеке, который не хотел и думал, что не мог справиться с проблемами. Вот, то есть, это ответственность Его. И важно понять, в этом случае, почему Вы, именно Вы, берете на себя подобную ответственность. То есть, почему Вы, оспариваете выбор человека. Ведь выбор человека, по сути, вот, каким бы он ни был, да, каким бы ни был выбор, это выбор. И если Вы, например, человека, скажем, уважали, любили, то Вам нужно этот выбор его принять. Он сам сделал свой выбор. Он решил так поступить. Он поступил. Он так решил. Это его право. Вот. Не моральное право, конечно, но личностное право. И Вам нужно это право уважать. И выбрать его уважать. Ну, например, по сути, значит, он на тот момент не видел для себя иного выхода из ситуации. Но, опять же, если он не видел его тогда, то даже если бы Вы предотвратили бы один раз его попытку, то никто не даст гарантии. Я думаю, Вы сами это в глубине души понимаете, что никто не дал бы гарантии, чтобы он бы не предпринял еще одну попытку. Потому что, как бы, как правило, люди, которые будут склонны к сути, да, они предпринимают несколько попыток, то есть периодически. Их прекращаются, им мешают это делать, их вытаскивают из этого. А они все равно пробуют, они все равно пытаются это сделать. И рано или поздно, если вот ситуация таковалась, то да, ну, не дали все время следить за человеком не будешь, все время постоянно это делать. Вот. Ну и рано или поздно это происходит. Чувствуют ли люди вину за то, что не усмотрели? Да? Конечно чувствуют. А мы что, ну, все-таки мы люди. И это нормально. Нормально чувствовать вину. Вот. Но, тем не менее, несмотря на вину, это вот такое эмоциональное состояние, да, несмотря на вину, люди все же понимают, что они, вот, можно сказать, ну, со своей стороны, да, они сделали вообще все, что могли. То есть, вот, что это могли они сделали. И это нужно понять вам, что если бы вы знали, вы бы так же делали бы все, что могли. Я понимаю, что вам очень тяжело. Скорее всего, вам некому рассказать, некому поделиться, потому что вам стыдно, вы чувствуете себя виноваты перед, возможно, родными этого человека, который погиб, и, возможно, вы следите себя сами и, в общем-то, ненавидите себя и так далее. Вот. И поэтому, как бы, предполагаю, что поговорить с кем-то из вашего окружения, близкого окружения. Не так-то просто вам. Для таких случаев есть как раз психологи, которые помогут вам объективно посмотреть на ситуацию, раскрыть все аспекты произошедших, в том числе и те аспекты, которые вам в силу ряда причин могли быть неизвестны. И для того, что вы находитесь, как я уже сказал, непосредственно в ситуации. И, собственно, облегчить вам переживания, которые сейчас очень сильно и явно не дают вам погоня жить. И здесь я соглашусь со своей коллегой, которая говорит, что то, что вы переживаете, это совершенно нормально, ибо человеку свойственно испытывать тоску, человеку свойственно горевать. Именно так проявляются его человеческие черты. Но это не должно затягиваться. Это все-таки временно, и вам нужно в любом случае жить дальше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.